Свисток, вбрасывание и первые опасные моменты встречи сотрудников полиции и следственного комитета силов правди товарищеская только по игровому статусу. Хоккейные баталии с первых минут игры. Победить хотят все. Огромная группа болельщиков это курсанты Восточно-Сибирского института МВД. Они не жалеют силы голоса, поддерживая своих старших товарищей. Игра проходит отлично, потому что играют наши ребята. Мы очень сплоченная команда, сплоченный курс. И все, кто играет, принимают участие, мы их все просто поддерживаем. Играем на барабанах. А учащиеся кадетского корпуса переживают за своих кураторов, команду следственного комитета. Болею, потому что наш кадетский корпус курирует сам следственный комитет. И сотрудники следственного комитета выступают на матче по хоккею. По эмоциям, ну, эмоции зашкаливают. Я первый раз смотрю хоккейный матч, и для меня это, на самом деле, такие незабываемые эмоции. На перерыв коллективы ушли при счете 2-1 в пользу сотрудников полиции. Для них вопрос о победе сегодня принципиальный. Матч проходил накануне их профессионального праздника. Хорошо сыграть, дружно, коллективно, постараться выиграть. Но сегодняшняя победа должна быть общей. Две силовые структуры очень сильных играет. Поэтому мы рассчитываем на твердую ничью, но точно выиграем. Это праздник. Мы хотим всему МВД Иркутской области сделать приятное и выиграть сегодняшний матч. Сдаваться команда следственного комитета не собиралась. Работники ведомства уже несколько лет играют друг с другом в хоккей. Отлично, я в 38 лет первый раз надел коньки, 5 лет назад. Начинали мы на 65-й школе, асфальт вместе со льдом перемешанный, в общем, играли в джинсах. Вот в итоге доросли до нормального матча с нашими коллегами из главного управления МВД. Хоккей, шайба – это такой вид спорта, где, безусловно, дружба на первом месте, но победить всегда хочется. Мы будем до конца биться, до конца бороться. Безусловно, все коллеги, мы все заодно. Но сегодня на льду мы соперники, поэтому борьба во втором периоде будет гораздо жестче, чем в первом. Атмосфера встречи напоминала профессиональный матч. Болельщики не уставали гнать вперед своих товарищей. За игрой наблюдали руководители обоих ведомств, а также председатель законодательного собрания Иркутской области и глава региона. Это хорошая, знаете, командная игра, и она говорит свое отношение к профессиональному празднику, день сотрудников органов внутренних дел. А это очень важно для нас, для всех, потому что мы понимаем, что от них многое зависит, в том числе и жизнь, здоровье наших жителей. Во втором периоде команде Светкома удалось сравнять счет с булита. Все шло к закономерному результату подобных игр, но сотрудники полиции сильно хотели порадовать соратников по службе накануне собственного праздника. И за несколько минут до конца матча поставили в игре точку 3-2. В завершении команды порадовали болельщиков дружеской серии булитов, после чего хоккеисты-победители получили символические призы. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Новости сейчас.